...приблизилась к Камси и сказала, Камси, куда ты собираешься? Он сказал, я иду во Вриндаван. И когда она его подвела к колодцу, как Шидар Махарач объясняет, я обрызгала его водой, он так уже превратился в старую женщину, совершенно беспомощную. И Пурномаси сказал, ты должна остаться здесь и делать коровьи лепешки, и служить всем Мадхураваси, которые будут приходить на Емуну, чтобы набрать воды. Почему? Потому что его настроение было противоположно Ши Бхагавану. На самом деле, это под действием лила Шакти Камса, он должен был просто участвовать в этих удивительных лилах. Господа, Йога Майя, она была разгневана. Она сказала ему, ты не должна приближаться к Вриндавану. Поэтому, когда Камси все-таки, молясь Пурномаси Деви, смягчил ее сердце и обрел форму, то он обещал, что никогда уже больше не вернет, не пойдет в Вриндавану. Это место также называется, как Панигат. К Гопи приходили сюда для того, чтобы, когда они приносили молоко, йогурт, масло, на Емуне, они искали лодочника, а Кришна передетая лодочника, говорил, хорошо, я помогу вам перебраться через Емуну. И тогда он брал в Раджагопи на лодку, и в центре Емуны, неожиданно, он начинал раскачивать лодку, и он говорил, лодка старая течет, таким образом он... Кришна, Кришна, Кришна дает учение, что мы должны быть нацелены ко мне, тогда вы сможете достичь меня. Как в этой лиле, когда Кришна сказал о том, что они тонут, в этот момент все в Раджагопи испытали особую защиту Кришны, что только Кришна сможет их спасти, и таким образом эта лила совершалась. Также и садаки, которые идут по пути преданности, они также должны обрести это настроение. Далее, было очень... Однажды на Емуне... Было очень туманно, и лодка... Ведовьяс... Ведовьяс, кем является Ведовьяс? Ведовьяс, кто разделил Веды на четыре части, и кто... И даровал... И даровал божественные знания в виде Пурана, Упанишат и так далее. Это тоже место, связанное с Ясадевом. Однажды в Раджагопи, когда решили удовлетворить Дарваса Риши, после Ягви, они решили... Они решили все подношения предложить Дарваса Риши. И точно так же, когда они приобрелись к Емуне... Вы знаете эту прекрасную лилу, когда Кришна решил помочь Враджагопи перебраться через Емуну и сказал... Вы должны повторять, что Кришна, Брахмачарий, никогда не имел никак... Не прикоснулся ни к одной женщине. И когда в Раджагопи благополучно пересекли Емуну, они подумали, каким образом эта мантра могла сработать. Ведь Кришна имеет совершенно противоположные качества. И когда они предложили все, что принесли Дарваса Риши, они подумали, как же мы можем пересечь Емуну. И тогда Дарваса Риши сказал... Если вы скажете, что Дарваса Риши ничего никогда не принимает и не пьет, и тогда очень легко вы сможете переплыть через Емуну. Сутью является то, что вы не должны иметь привязанности к тому, что окружает вас в материальном мире. Харе Кришна!